Всем привет, с вами Игорь Негода. Сегодня немножко необычный выпуск у нас моего блога. Во-первых, как вы могли заметить, я в наушниках, мне кажется, что очень круто. Это добавляет мне такой нереальной сручности, интернальности и так далее. И по теме, о которой я сегодня хотел бы поговорить, она достаточно специфична. Она, в первую очередь, наверное, будет важна и важна для людей, и актуальна для людей, которые смотрят телевизор. С того, что, ну, те, кто смотрят мой видеоблог, они все-таки и пойдут на интернете, то, наверное, таких людей достаточно мало. Но, в то же время, я хотел это раскрыть, потому что, мне кажется, даже при том уровне интернета, который у нас есть сейчас, все равно мы иногда все-таки смотрим какие-то фильмы по телевизору, сериалы смотрим по телевизору. Ну, просто потому что, наверное, лень бывает искать какие-то фильмы, искать сериалы, т.д. и т.д. И вот для тех людей, которые смотрят телевизор, смотрят всякие фильмы и сериалы по телевизору, солнечный блог будет, наверное, прежнейший выпуск будет, наверное, интересен. Я хочу сказать, что по ряду причин почти все, что показывают по телевизору, оно сокращается, укорачивается и т.д. Дело в том, что, как правило, максимальный тайминг любого фильма, а лично будет даже, ну, как максимум, два часа. Больше двух часов в телевидении показывают какой-то фильм, ну, просто-напросто не выходят, надо другие приключения показывать. И, кроме того, вы все знаете, что есть реклама. Нет рекламы, а эта реклама тоже, как бы, ну, нам показывают. И из-за этого того, что реклама, из-за того, что ограниченное время будет взяться многие кусочки, многие эпизоды просто с фильмом вырезать. Особенно это заметно в сериалах. Особенно это заметно в зарубежных сериалах. Если и как-то урезает, то не очень сильно. А вот все-таки зарубежные сериалы, особенно многосерийные, урезают очень сильно. Реже чуть ли не там, пополовин серии, ну, бывает иногда. За счет того, что, как бы, считают, что, вот, допустим, какие-то там второстопительные линии не очень интересные, какие-то писательные не очень интересные, какие-то диалоги нанесут в спине космос. И люди про них считают, что, ну, могут совершенно спокойно браться, вырезать где-то и, как бы, ну, в порядке вещей, как будто бы все. То есть такая тема. Это не самый лучший вариант для киногуманов, которые любят, там, полную картину, картину, картину смотреть, где-то так далее и тому подобное. Поэтому я порекомендовал просто-напросто смотреть все-таки все фильмы, особенности сериала, особенности других сериала, а все-таки смотреть их в интернете. А может быть, в, так сказать, в современных реальных действиях спиратского закона не станет лучший совет. Но дело в том, что, вот, пока еще он актуален, пока он еще не актуален. Дело в том, что вот сегодня, например, я узнал такую вещь, что закрыли, допретили на публикацию в интернете таких сериалов, такого сериала, как «Игра престолов», то есть больше в интернете, в принципе, его накажение в интернете официально объявляется нелегальным. Да, в этом мире все равно его можно скачать, где я говорить не буду, но у моего ума скачать, если вы заморачиваете, то его можно скачать. Я думаю, что вот так будет, в принципе, еще какое-то время достаточно, продолжительность со своими сериалами просто не закрывает, но скачать, что мы где-то еще. А теперь по поводу сокращения мы поговорим еще и, ну, еще поговорим и о фильмах. То есть у нас, например, на телевидении я очень часто замечал, что особо жестокие сцены, особо откровенные эротические сцены в фильмах просто-напросто вырезаются за мылью и так далее. Это очень заметно, это заметно просто очень сильно. Я все понимал, что думал, что, ну, зачем нам жестокие, зачем нам эротику там и туда, и там подобное. Я лично считаю, что это как бы напрямую вредит вообще всей картине, всей палитре, так сказать, того, что хотел сказать за автор. Авторы и вообще фильмы снимают не для того, чтобы из них брали куски какие-то, александр, телевидение этим грешит, оно грешит этим очень сильно. И это не есть хорошо. Дело в том, что это не есть хорошо и мне кажется, что вот как-то надо все-таки, ну, хотя бы можете просто сравнить, да, то есть посмотреть где-то всегда можно, все-таки посмотреть, сколько времени она идет и так далее. И, да, есть, конечно, платные телевидения, которые сейчас у нас популярны, но реально мне кажется, что платить за эти деньги никто не будет особо, не хочет и так далее. То есть, конечно, есть такие люди, которые платят за старых, но, конечно, чтобы таксовмен в реалиях платить за телевидение, это бред, потому что любые фильмы практически можно все-таки еще пока скачать, посмотреть, и проблемы особых это не вызывает. Так или иначе, ребята, вот просто все, кто смотрел фильмы какие-то, да, там вроде, я не знаю, там, фильмы, которых, ну, длительность которых, там, до 2 часа, до 2 часа, да, настоятельно рекомендую пересмотреть их где-нибудь в каком-нибудь там DVD, DVD и так далее, просто скачать, скачать и посмотреть, и, знаете, вы, скорее всего, убедитесь в том, что многие, многие эпизоды какие-то, многие какие-то моменты вы просто не посмотрели, а это как-то, как мы знаем, дает какое-то погружение, так сказать, в мир, да, более атмосферы добавляет и так далее, вот. А, да, на самом деле, приведу такой, ну, очень классический пример того, как вообще просто, просто, просто хорошо. Значит, в 2002 году шел второй показ сериала Дикого Ангела. Кто не в курсе, это самая такая громкая, самая знаменитая работа Натальи Ореля испанской, урбайской актрисы, вот. То есть, она свою роль просто, ну, в свое время проработала просто настоящий фарок. И я через, ну, практически через десять лет, ну, не через десять, может быть, через восемь лет, скачал в себе сериал, полную версию, и очень-очень было мое удивление, когда вот в первых сериях, и вообще, и вообще во всех сериях есть неприведенные моменты. То есть, как бы, аудиторажка, она наложена на... Аудиторажка, она взята с телевидения СВ, и она наложена на оригинальные испанские серии. И вы не поверьте, но где-то в каждой серии, как минимум, минут пять-шесть, не надо, не надо, десять минут просто неприведенных, неприведенных кадров. Это говорит о том, что, это говорит о том, что вот наши люди не брали и резали, резали очень сильно, очень сильно, вот. А я не уверен, что такое, что такое было только с Диким Ангелом, я думаю, что такое, в принципе, было со всеми, с фильмами вообще. И, эээ... Я специально, но у некоторых своих знакомых, они говорят, что действительно, действительно, многие фильмы режут, действительно, как... То есть, кто-то за нас решает такую фигню, что... Это нам стоит смотреть, а это нет. Я лично против такого подхода. Я считаю, что вы не имеете права резать, если вы не можете пока по телевидению укладываться, ну, будьте добры и как-то делайте это все-таки... Ну, ставьте специальный, там, канал для фильмов и показывайте по нему, где нет рекламы и так далее, вот. А так, мало того, что реклама прерывается постоянно, что отвлекает внимание и, ну... Продолжает атмосферу фильма. Так еще и, как бы, вот, такая фигня по-редски. А еще хотел сказать, как бы, на догонку, что... Все современные фильмы, они сейчас движутся по... Так вот, тенденции прикольные, прикольные, что... Во-первых, именно меньше насилия... Ну, таких официальных голливудских фильмах. Да, меньше каких-то эротических сцен. Вот. А... Что я могу сказать по этому поводу? Мне кажется, мне кажется, что... По самому деле, кто-то скажет опять-таки, что... Не важно особо. Ну, я просто считаю, что... Это... Все-таки... Достаточно серьезно. Почему сам это... Можете себе представить, например, такую вещь, что... А... Ну... Допустим, мелодрама какая-то, да? Герои, там... А... Полфильма, там... Идут там и что-то поцеловать друг с другом. Вам хочется все-таки посмотреть на бассейн-сен. А она занимает, там, буквально, секунд десять всего лишь и все. Ну, конечно, понимаете, что это не эротический фильм. Но, мне кажется, такой путь... Ну... По реальной точке, кто портит матер. Ты просто не веришь, что это происходит между героями. Вот. И вообще, если вот следеться в... Какие-то... Последние современные комедии... И какие-то такие мелодрамы, то... Если честно, какие-то... Неловкие поцелуи, неловкие... Неловкие какие-то вообще движения... Неловкие какие-то все эти истории. Просто неловкие. Слышать нормально. Все вроде нормально. Но, наверное, как-то... Как-то все неловко. Мне кажется, раньше какие-то фильмы... Ммм... Тоже, например, в... Вот, ноябрь, там, еще что-то такое. Ну, там все-таки было как-то пиздец. Более искренне, что ли. Вот. А в любом случае... То, что мне кажется... То, что немножко другая тема разговор. Но я хотел сказать про сокращение. То есть... То, что... Все ваши любимые фильмы, которые будут... Так лучше, наверное, посмотреть в интернет-версии. Скорее всего, она будет более полная. Ну, тогда... Уж если... Если уж... Эмм... Даже... Сами режиссеры выпускают фильм обычной версии. Режиссерской версии. То есть расширены. То... А... Когда речь идет о ТВ, то... Совершенно понятно, что... Коресла там урезали. Вот. А еще раз говорю. Эта тема будет интересна только для Гурманов. В кино, в которое я вот считаю, что... Ну... По правилам... За любую секунду готовы убить против меня. Вот. Все. Как бы то, что я хотел... Я сказал. С вами был Андрюха. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк. Рассказывайте друзьям. Пока-пока. А... Еще хотел сказать, что... У нас какая-то проблема возникла у меня. Точнее... С комментариями тут. А... У меня вообще-то написано, что... Андр ограничил... Комментарии к этому видео. Эээ... Я никакие комментарии никому никогда не ограничиваю. И если вы знаете, как решить эту проблему, потому что я... Своими силами решить и не могу. Я буду рад. А... Любым советом. Любым каким-то рекомендациям. Вот. Того, как можно... Снать о комменшении на комментирование видео в ВКонтакте. Именно ВКонтакте. Потому что, в основном, вроде таких проблем нету. Вот. Всего доброго еще раз. Пока-пока. Пока-пока. Удачи.